Айны. Народность, живучая в Японии, в основном на острове Хоккайдо. Раньше айны жили и на территории России, на Камчатке, Курилах и Сахалине. Айны – представители очень древнего расового типа. В происхождении народности много неясного. В культуре айнов сочетаются элементы южного океанийского происхождения с элементами субарктическими. Русские путешественники впервые познакомились с айнами в XVII веке. В отличие от людей монголоидной расы, черты лица айнов были похожи на европейские. Они были белолицами, имели очень густые волосы, большие бороды и усы. Стеснимые японцами айны отступали на север, но и там сохранили южные черты. Например, ткацкий станок и лук индонезийского типа, халаты, тканы из растительных волокон, своеобразный орнамент и культ черепов. Основным их занятием были рыболовство и охота. В настоящее время айны проживают в Японии. В 2008 году японский парламент признал эту народность самостоятельным национальным меньшинством. Жавелева вода. Это водный раствор солей калия, гипохлорида калия и хлорида калия, обладающий белящим действием. Название «Жавелева вода» дано по предместью Парижа «Жавель», где с 1789 года начали приготовлять растворы для беления тканей по предложению французского химика Клода Луи Бертоле, изучившего этот процесс в 1785-1786 годах в связи с открытием химического элемента хлора. Белящий эффект жавелевой воды обусловлен гипохлоридом калия, который образуется пропусканием на холоду хлора в водный раствор едкого калия. В растворе под действием углекислоты выделяется хлорноватистая кислота, которая в присутствии восстановителя разлагается с образованием свободного кислорода, производящего белящий эффект. Растворы применяли для отбелки на текстильных и бумажных фабриках. Юварра. Филиппо Юварра. Итальянский архитектор. Родился предположительно в 1685 году, умер в 1736. Юварра Филиппо родился в Мессине, был учеником архитектора Карло Фонтана. Работал в Риме, Турине, других городах Италии, а также в Испании и Португалии. Наиболее известные работы архитектора – фасад палаца Мадама и фасад церкви Санта-Кристина, охотничий замок в Ступенидже, фасад базилики святого Амвросия в Милане. Для творчества Юварры характерны как черты позднего барокко, так и тяготение классической четкости форм. Особенно это проявилось при создании церкви Суперги, где строгий купол соседствует с причудливой колокольней и коринфским портиком. Юварра создал также загородный дворец Лагранха для короля Испании. Последней его работой был проект восстановления после пожара Королевского дворца в Мадриде.